День хлеба отметили в Бескольской средней школе номер два. О технологии его изготовления учащимся рассказали специалисты, непосредственно работающие на производстве. Во время лекции дети также узнали, откуда берется хлеб, сколько работы нужно проделать, чтобы получить этот продукт. Гюзель Закария с подробностями. Так наши предки мололи зерно и получали муку. Процесс не из легких, поэтому издревле и отношение к хлебу было особенно трепетным. Да и сейчас, прежде чем попасть этому продукту на стол, он проходит долгий путь. Поделиться с ребятами с одним из этапов технологии изготовления хлеба пришла пекарь с 30-летним опытом. Сначала ставится пара на дождях, потом вытесает он часа три и садится в печку, пекется 45 минут при температуре 220 градусов. Когда хлеб хороший, получает и на душе радостно. Но не все бывает, и от нас зависит, и от муки зависит. Хлеб – это величайший подарок природы, еда, которую ничем заменить нельзя. Поэтому к хлебу надо относиться очень бережно. Рассказали ребятам и о видах хлеба, о его полезных свойствах. Кстати, он не обязательно должен быть всегда одинаковой формы. Основная же цель встречи – привить уважение к труду, духовно-нравственное развитие и объяснить, почему же хлеб всему голова. Мы хотим воспитать в наших детях бережное отношение к хлебу, бережное отношение и уважение к профессиям, которые связаны с хлебом. Это те профессии, это те люди, которые растят хлеб, которые убирают хлеб, которые делают муку и выпекают эти прекрасные булки, которые попадают к нам на стол. Сегодня участниками нашего мероприятия стали дети, это четвертые и пятые классы. В мероприятии у нас будут принимать участие 15 детей. Ребята внимательно слушали, отвечали на вопросы, вели диалог с учителем. Каждый запомнил важное для себя. Я узнала, что хлеб делают из пшеницы, делают своими руками, тесто, каждый народ есть свой хлеб, хлеб надо беречь. Потому что на войне, когда люди были на войне, они питались только кусочком хлеба. На нуках у меня на зеркета стала была мать. Нельзя бросать крошки хлеба на пол, ими можно покормить птичек на улице. Сегодня я узнала, что есть несколько видов хлеба. Подобные встречи в школе уже сложившаяся традиция. До пандемии здесь устраивали целую ярмарку. На нее учащиеся приносили разную выпечку из дома. Завершалось торжество чаепитием. Сегодня же ребята направились в библиотеку, где им показали фильм о целине. Гюзель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК.